Торжественное открытие отремонтированных помещений Пинской городской больницы было долгожданным событием для пинчан и жителей Полесского региона. Межрайонные учреждения здравоохранения сегодня курируют Пинск и четыре приграничных района. Всего порядка 460 тысяч человек. Цифра довольно внушительная. Реконструкция этого комплекса стала одной из наиболее масштабных и насущных. Мы получили с начала реконструкции приемного покоя и новое оборудование, и новые условия пребывания наших пациентов, и новые условия труда наших работников. Безусловно, это все будет складываться в единую картину, что называется, изменение существенных условий труда, изменение, конечно же, как называется, существенных условий пребывания наших пациентов, которые в конечном итоге отразятся на качество лечения. Для того, чтобы оценить уровень проведенных работ, с официальным визитом в Полесскую столицу прибыл губернатор региона Константин Сумар. Председатель облсполкома высоко оценил проведенные работы по реконструкции, благоустройству и переоснащению. Новый рентгенодиагностический аппарат, позволяющий сохранять рентген-снимки в цифровом формате и тем самым создавать информационную базу данных. Кабинет магниторезонансной терапии, в котором патологии будут выявляться еще на ранней стадии. Приемный покой, разделенный на два потока. Все это, безусловно, скажется на качестве обслуживания пациентов и сократит количество тех, кому когда-то могли помочь только в областном центре. Несмотря на то, что многое уже сделано, работы над этим учреждением здравоохранения еще будут вестись, подчеркнул губернатор. Сегодня мы увидели ту реконструкцию, которая была проведена именно уже в самой поликлинике, в приемном покое, в организации диагностического, я бы назвал его центром. Но здесь не початый край работы, и что здесь надо нам, вот на годика 30 мы договорились отработать наши шаги по реконструкции в целом, полном объеме всей больницы, начиная от тепловой реабилитации и кончая внутренней реконструкции, внутренних отделов, в том числе и оснащение тем оборудованием, которое необходимо для эффективного лечения. Перспективы будущего строительства глава области обсудил вместе с руководством учреждения и его сотрудниками. В планах полная реконструкция больничного комплекса, которая должна состояться в течение ближайших двух-трех лет. Кроме того, в рамках визита состоялась встреча губернатора с медицинским персоналом, во время которой Константин Сумар ответил на волнующие Полишуков вопросы. В большинстве случаев они касались непосредственно здравоохранения. Решения по многим проблемным моментам были приняты губернатором незамедлительно. Вы знаете, мы оперируем очень много больных. Более 500 катарактов, только катарактов. Более 150 тонн в год. И оперировали бы еще больше, если бы у нас было более новое оборудование. Мы просто много микроскопных расходов. А сколько не стоит? Минус 700 миллионов. Заявку не пускают, делают. Мы договорились, что на этот год мы отрабатываем схему реконструкции Пинской городской больницы. А это значит не только реабилитация тепловая или внутренняя реконструкция, то, что надо делать, но и это должно коснуться и оборудования, и то, которое не хватает для эффективного решения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луковкин, телекомпания Бук-ТВ.